Эфир телеканала Россия продолжает Вести Ульяновск. В студии Екатерина Лазарева. Здравствуйте и коротко о главных темах этого выпуска. Экономическое развитие района и проблемы демографии обсудили во время рабочей поездки губернатора в Николаевку. Детям негде учиться. Нам бы школу какую-нибудь, хотя бы небольшую, но организовать бы помощь, без вас бы никак. Какие еще вопросы были на повестке, расскажем через минуту. А в Сурском стартовало благоустройство исторического центра. Широкоформатной плиткой вымощены площадь Ленина. Брусчаткой вымощена улица Советская. Какие еще объекты ждет преображение. А также они ежедневно следят за правопорядком. В полицию пошел, чтобы людям помогать. Разные ситуации бывают жизненные у людей. Обращаются, помогаем. Никогда не отказываем. В России выбирают лучшего народного участкового. Среди участников и полицейский из Ульяновска. Николаевский район один из самых отдаленных в Ульяновской области. Тем не менее, его социально-экономическое развитие весьма важно для региона. Это юг области, который граничит с Пензой. А значит, Николаевка может выстраивать торговые связи с соседями. Губернатор Алексей Русских побывал с рабочим визитом в муниципальном образовании. Осмотрел ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. А также провел встречу с жителями. Цех по переработке древесины в Барановке – очередная точка рабочего маршрута главы региона. Работа предприятия стартовала в июле текущего года. Организация производит мелкотоварную доску и заготовки для подонов и ящиков. Общая производительность рабочего дня – 30 кубометров круглого леса. Ну а питомник «Лес Юг» был заложен в 2019-м. Два года назад здесь установили теплицу для выращивания сенецов с закрытой корневой системой. Площадь промышленной теплицы – 1200 квадратных метров. Территория же всего питомника составляет 5 гектаров. Главная цель – качественное восстановление лесов, выбывших из оборота вследствие вырубки или гибели. В соседнем Рызлее заняты аграрными работами. Селькоз предприятия «Наша Родина» выращивает зерновые, крупяные и технические культуры. В их числе гречка, пшено и горох. Площадь обрабатываемой земли в хозяйстве составляет 7,5 тысяч гектаров. Алексей Ильич, вот все, что на этом столе произведено, это произведено на полях нашего предприятия. Конечно, для нас честь. Совершенно точно, в частице этого каравая есть немало вашего труда. В поселке проживает порядка 200 человек. 52 из них трудятся на этом предприятии. Для больших объемов производства, конечно, такой рабочей силы недостаточно. Поэтому для привлечения молодых специалистов здесь строятся жилые дома. Когда я первый раз поехал, будут всего два домика и садов. Сейчас уже 7-8 дома. Улица уже формируется. Улица формируется. Да, деревня возрождается. Это значит, есть перспектива. Есть перспектива, но пока нет школы. Ученики Розлея вынуждены ехать за знаниями в соседний районный поселок. Детям негде учиться. Нам бы школу какую-нибудь, хотя бы небольшую, но организовать бы помощь. Без вас бы никак. Если детей будете больше рожать, здесь обязательно посовем. Вопрос рождаемости – одна из болевых точек области. И в ходе диалога с жителями Николаевского района она затрагивалась неоднократно. Демография, к сожалению, у нас продолжает идти по нагновной плоскости. Эту и другие проблемы социально-экономического развития местные жители смогли обсудить с губернатором и кабинетом министров. В стенах районного дома культуры за полуторачасовую встречу успели наметить ряд ключевых работ, которые предстоит выполнить. В их числе ремонт моста в селе Большой Черклей, новый фельдшерско-акушерский пункт и кинотеатр, на первые сеансы которого Николаевцы смогут попасть уже через пару месяцев. Мадина Исмаилова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Медицинская помощь в Ульяновске становится качественнее и доступнее. В центральной городской клинической больнице начался капитальный ремонт. Его здесь не было давно. Обшарпанные стены, старый лифт и мебель доставляли дискомфорт пациентам и сотрудникам поликлиники. В настоящее время проводятся ремонтные работы в поликлинике, в женской консультации на втором этаже. Подготовка стен к покраске и подготовка потолка к побелке. Также заменено электрооборудование. Работали старые лифты с перебоями. В настоящее время заменен лифт, который был, наверное, со дня основания поликлиники. Комфортный подъем по этажам уже оценили пациенты поликлиники. Очень приятно. Зашла там музыка играет, очень комфортно. Едет плавно, тихо. Еще одним глотком свежего воздуха стало новое медицинское оборудование. Поликлиника получила портативный 12-канальный электрокардиограф. При помощи искусственного интеллекта аппарат автоматически интерпретирует электрокардиограмму, что помогает оперативно устанавливать диагноз и назначать лечение. Позволяет быстро передавать информацию на рабочие места терапевтов, кардиолога. По поводу сделанной КГ. Благодаря передаче через Wi-Fi идет сразу сброс кардиограммы на рабочие места. И мы можем быстро оценить изменения, которые есть у пациента. Ведутся ремонтные работы и закупаются новые оборудования благодаря нацпроекту здравоохранения и программе модернизации первичного звена. В рабочем поселке Сурское благоустраивают исторический центр. В административном центре района реализуют проект «Промзинское кольцо». В рамках всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Само Сурское было основано в 1552 году во время подготовки похода Ивана Грозного на Казань. И первоначально называлось «Промса». Позже селение было переименовано в «Промзиногородище». Отсюда и название обновляемого кольца. Что это за территория, как идут работы и что в итоге получится, узнала Элла Шахова. «Промзинское кольцо» включает в себя центральную площадь, а также улицы Советская и Хазова. На них расположен краевический музей поселка и автовокзал. Большое количество гостей Сурское встречает как минимум два раза в году. На праздник Николы Вешнева и Николы Зимнего. На Никольскую гору почти полтысячелетия стекаются паломники почтить имя Николая Чудотворца. Их путь проходит как раз по этому кольцу. От автовокзала, где будет установлена входная группа и обновлено дорожное полотно, путь на гору идет через краеведческий музей. Вот здесь у нас переходит проезжая часть, а вот сюда мы идем пешеходно. Здесь будет все выполнено из брусчатки пешеходное мощение. И напротив музея установлены навесы, крытые навесы с лавочками. Далее на улице Советской идет новенький тротуар. Специальная зона для пешеходов появилась здесь впервые. Раньше люди и машины делили дорогу как могли. Теперь путь на площадь Ленина безопасен. А весь проект Промзинское кольцо богат разнообразной дорожной одеждой. Широкоформатной плиткой вымощена площадь Ленина, брусчаткой вымощена улица Советская. Также присутствует декоративный камень-песчаник. Им будут выполнены тротуары по улице Хазова. Все работы начались в апреле. Здесь кроме тротуаров установят новое освещение, а также стилизованные навесы и информационные стенды в виде часовен. Это современная копия таких же объектов в Сурском времен конца 19 века. Помогли фотографии, хранящиеся в музее. Мы очень много, когда разрабатывали проект, пользовались материалами музея. И вот одно из воплощений у нас исторических картин, потому что мы исторических идей. Мы же как историческое поселение, признанное официально, у нас установлены информационные стенды в виде часовень. Они будут только, если бы раньше они были в кирпичном исполнении, то сейчас они в металлическом исполнении несут в себя информационную функцию. На них мы размещаем фотографии о Сурске. Такие часовни уже украшают торгово-ярмарчную территорию, которая ведет к Никольской горе. Промзинское кольцо, кроме прочего, оборудуют специальным парковочным пространством, местами отдыха и игровыми комплексами. Все работы планируется завершить к ноябрю. Ила Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Сурского района. Там, где Росгвардия, там всегда победа. В управлении Росгвардии по Ульяновской области сотрудникам спецподразделений вручили государственные награды за мужество и отвагу, проявленные при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Генерал-майор полиции Игорь Абашкин поблагодарил сослуживцев за профессионализм, стойкость, духа и ту работу, которую они с честью и достоинством выполняют не только в родном регионе, но и на освобожденных территориях Российской Федерации. Помимо вручения государственных наград в торжественной обстановке, четверых офицеров поздравили с получением специальных званий. Сегодня наше мероприятие посвящено вручению очередных государственных наград и вручению специальных званий. Я попрошу довести приказ. Постравил Росгвардейцев и заместитель губернатора Александр Коробко. Он выразил слова благодарности сотрудникам за мужественную службу. Уважаемые защитники Отечества, там, где Росгвардия, там всегда порядок, там всегда победа. Сотрудники Росгвардии всегда стоят на переднем фронте борьбы с преступностью. И сейчас мужественно и самоотверженно выполняют поставленные задачи в ходе специальной военной операции. Закончилось мероприятие прохождением торжественным маршем, знаменной группой, личным составом территориального управления и кадетами гвардейской смены. В Ульяновской области стартовал всероссийский конкурс народной участковой. Он традиционно проводится в три этапа. На первом за лучшего в профессии голосует население. В претендентах 32 полицейских. Дмитрий Филиппов участковый из железнодорожного района. Один из них. Много кто пользуется различными сайтами в интернете, где нужно оплачивать банковскими картами. Правильно? Ответственный и дисциплинированный. Он выбрал себе поистине мужскую профессию. Сейчас Дмитрий Филиппов проводит для детей профилактическую беседу о борьбе с мошенничеством. Почти уже 10 лет лейтенант служит в рядах полиции и помогает людям. В профессию влюблен с детства. Ему было с кого брать пример. Без отец и мать тоже сотрудники полиции. В полицию пошел, чтобы людям помогать. Разные ситуации бывают жизненные у людей. Обращаются, помогаем, никогда не отказываем. Под контролем Дмитрия несколько микрорайонов Ульяновска. И круг его обязанностей достаточно широк. За день участковый успевает навестить подопечных, узнать, кто с какими проблемами столкнулся, а порой и раскрывает преступления. Проводим профилактические беседы с населением. Как и с несовершеннолетними, так и со взрослыми. Те же самые мошенничества, вред курения, наркотики, алкоголь. Главным своим профессиональным достижением Дмитрий считает доверие и уважение граждан. За время службы он уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Очень грамотный участковый, очень быстро реагирует на какие-либо наши вопросы, задачи. Мы решаем с ним достаточно быстро и организованно. Это человек, который знает свое дело, очень любит свое дело. Соперничество за звание лучшего участкового помогает населению выстраивать доверительные отношения с полицейскими. В этом году конкурс посвящен столетию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. Традиционно он проводится в три этапа. И сейчас на первом проходит голосование, где судьбу претендентов на победу решают граждане. Соответственно, каждый может проголосовать, посмотреть анкету участника и поставить свой голос за наиболее понравившуюся сотрудникам, ну, понравившуюся в той части, которая наиболее подходит к званию именно народного участкового, по его мнению. Проголосовать за народного участкового можно будет на сайте УМВД России по Ульяновской области до 20 сентября. Дарья Цибина, Юрий Давыдов, Вести, Ульяновск. 36 педагогов устроились в сельские школы региона. Все они участники федеральной программы «Земский учитель». Ульяновская область включилась в нее в 2020-м. И в этом учебном году кадровые проблемы решили в четырех районных школах. Среди них и учебное заведение в селе Шумовка. Уход на пенсию у учителя начальных классов проблемой для руководства Шумовской школы не стал. 1 сентября вакантное место заняла молодой педагог. Быстро найти его помогла как раз федеральная программа. Поступила в педагогический колледж на учитель начальных классов и наткнулась на программу «Земский учитель». Вот буквально в социальных сетях. Но я выпустилась и уже узнала, что в 2022 году она не реализовалась. Я как бы ждала и пошла работать, чтобы год не терять школу в городе. В эту программу мы прям как в убегающие в последний вагон поезды вбежали. Софья Алексеевна, она захотела именно перейти с городской школы в нашу школу. И мы начали собирать все документы. Получилось. И вот теперь она в нашем коллективе. Взяла на классное руководство. Первый класс, когда заканчивает уроки у малышей, преподает английский старшеклассникам. Работа в селе с малым количеством детей, где каждому ребенку ты можешь уделить большое количество внимания. Не то, что когда у тебя в классе по 30 человек, и это достаточно тяжело. Больше я так для себя выделила. Важна и приятная единовременная выплата – миллион рублей. Ее получают все участники программы, прошедшие конкурсный отбор и проработавшие в сельской школе положенные пять лет. У нас в Вишкаемский район приехал учитель английского языка, в Радичевский район приехал учитель математики, в Новоспасский и Ульянский район учителя начальных классов. По программе в регионе вскоре ждут еще одного специалиста. Земского учителя ищут в Сенгелеевском и Сурском районах. Да и в Шумовской средней школе готовы заявить в федеральный проект «Свободную вакансию учителя математики». Кульнара Шарипова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. 750 детей из Лутугинского района Луганской народной республики отдохнут в лагерях Ульяновской области. Островление детей с подшефной территории организовано в рамках соглашения о сотрудничестве губернатора Алексея Русских и главы Лутугинского района ЛНР Евгения Бондаря. Как проводят время ребята из Донбасса и как их приняли на ульяновской земле, расскажем в следующем репортаже. Юля! Юля! В программе осенней смены детского лагеря спортивные, развлекательные и тематические мероприятия. Все для максимально комфортного и интересного отдыха ребят из Лутугинского района. Третий-четвертый день смены. Дети все три дня занимаются тимбилдингом. Проходят разные испытания, различные задания выполняют. Есть и тактильные, есть и подумать где-то. Соответственно, они все больше и больше сплачиваются как отряд. Также у нас есть занятия и по крафту, например, по рисованию, арт-студия, где детки как раз могут порисовать, что-то полепить, что-то смастерить, сделать. И есть также занятия подготовительные, где они готовятся как раз к вечерним мероприятиям, в которых они участвуют. По признанию сотрудников лагеря, дети из Лутугинского района немного отличаются от ульяновцев. Они демонстрируют незаурядный аппетит и спят в тихий час даже подростки. А главное, с неподдельным интересом принимают участие во всех мероприятиях. Мне тут очень-очень нравится, тут очень весело, очень много знакомств уже завела. Природа тут очень красивая, особенно после дождя тут запахи просто нереальные. Больше всего в дискотеке понравились. Да, дискотеки. Самая любимая игра. Да тут много разных любимых. Все веселые, подвижные. Очень весело на дискотеке бывает. В столовой очень вкусно кормят. Помимо оздоровления и игр, в программу пребывания лутугинских ребят в детских лагерях Ульяновской области входит и познавательный аспект. Для этих ребят разработали специальные программы. Было взято все лучшее из тематических проектов лагерей. Обязательно добавлены именно материалом об истории нашего края, знакомства с нашим городом. То есть во всех сменах запланированы не менее двух-трех экскурсий с выездом непосредственно в город Ульяновск. Они выезжают еще и в различные учреждения культуры, в зоопарк, в образовательные учреждения, в кванториум. Всего в этом году из Лутугинского района ЛНР в Ульяновской области отдохнут 750 детей. Ела Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Чердоклинского района. Самыми популярными именами для новорожденных в Ульяновске в этом году стали Артем, Михаил, Александр, Виктория, Ева и София. Но все чаще родители выбирают своим детям необычные имена. Так в Ульяновске родилась девочка Арсина и появилась она в многодетной семье. Кстати, их количество в области растет с каждым годом. В гостях у Александра и Екатерины Верхеевых, патриотически настроенных родителей, побывала наша съемочная группа. Мы счастливы! Детский смех, топанье ножек, атмосфера любви и добра. То, о чем всегда мечтали Александр и Екатерина Верхеевы. У пары четыре сына и три дочери. Быть многодетными родителями непросто, но для них нет сложных задач. Утро Александра и Екатерины начинается в 5.00. За два часа до подъема детей они успевают приготовить завтрак, решить деловые вопросы в бизнесе. Средних в сад, а с младшими проводят веселые будни. Секрет их счастливой жизни прост. Они – команда. Мы всегда вместе. Нам никогда не бывает скучно. Мы делаем все вместе. Мы танцуем вместе, гуляем вместе, плачем вместе. Я не знаю, убираемся вместе, работаем вместе. И нам просто не скучно жить. Родительская фантазия выбора имена оказалась поистине безграничной. Богдан, Егор, Кирилл, Злата, Катрина, Кондратий и Арсина. И у каждого имени своя история. Старший Богдан был действительно послан родителям Богом. А в имя младшей дочери Арсины заложен патриотический смысл. Мне тогда сказала, тебе нравится имя Арсина? Я говорю, а что он обозначает? Он говорит, ну смотри, по первым буквам, прям даже так это было. Армия – сила народа. Дети услышали, говорит, мама, как это здорово, как интересно. Армия страны для семьи Верхеевых – это защита, сила, отвага и мощь. Чувство любви и долга к родине они воспитывают в своих детях. Сын Егор, несмотря на юный возраст, учится в классе МЧС и мечтает стать спасателем. Хочу защищать родину. Когда вырасту, буду МЧСником. И в детях мы стараемся воспитывать вот именно вот какой-то патриотизм и на самом деле вот любовь. Любовь вот к семье, к родным, к близким, к поколению, которое старше нас намного, к детям, вот к своему городу, к земле. Рождение дочери Арсины едва не стоили жизни ее мамы и самой девочки. Но опыт и умения Ольги Белоглазовой помогли появиться на свет малышке и спасли Екатерину. Уже 24 года Ольга Николаевна помогает женщинам дарить миру чудо. Она живет своей работой, чувствует себе призвание, находит счастье в рождении детей и свою профессию считает самой доброй и полной любви. Наша работа прекрасна, потому что чудо рождения ребенка сравнить вообще ни с чем нельзя. Потому что в жизни женщины это самый великолепный, самый добрый, самый трогательный момент. Если бы не она, не ее профессионализм, не ее умения, навыки и ее сумасшедшая интуиция, мы бы с дочкой просто здесь не стояли. Она нас просто спасла. Редкое патриотическое имя Арсины отразилось и на ее темпераменте. Уже с младенчества она показывает сильный характер и учит взрослых бороться за свою жизнь. Дарья Цибина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В Ульяновской Стретяковской галереи привезли картины Аркадия Пластова «Ужин тракториста» и «В деревне». Работаем без событийного жанра впервые на родине художника. На открытии выставки побывала Марина Тимофеева. Воспетая когда-то Аркадием Пластовым, простая русская деревня сегодня выросла до символа России. Выставку к 130-летию со дня рождения художника открывает мужской хор. Пойте же, пойте, пойте же. Ужин тракториста и как привыкли ее называть «Вторая кружка молока» приехали в Ульяновск из Стретяковской галереи. Сегодня в окружении эскизов и этюдов. Они помогают пройти весь путь к картине и увидеть, как она менялась. Например, тракторист, режущий хлеб. В его образе сразу несколько человек. И Николай Лобанов и Михаил Гусев есть и третья фигура. Каждый житель деревни оставил свои лучшие черты. Черты русского народа. Мастерство Пластовое. Тут он стоит вровень с величайшими русскими реалистами Суриковым и Репином. Которые тоже делали очень много этюдов. Но фокус состоит в том, чтобы слить вот эти наработки этюдов в самой картине. Чтобы все было органично. Чтобы ничего не солировало, никакой из героев. Спустя десятилетия они впервые на родной земле. Обе картины художник написал в Преслонихе в послевоенные годы. Задачу я поставил и противным министерством нашим сделать из этой небольшой такой деревушек. Действительно комфортное место. Мы хотим приехать, насладиться творчеством, посмотреть пейзажи, с которыми он писал свои знаменитые картины. Картины сегодня находятся в музее Пластова на Гончарова, 16 до 5 ноября. Зрителям удастся познать творческий метод мастера, который сам он определил так. Непрестанное наблюдение, запись, накопление, тренируя наш глаз, сведут вернейшей тропой к умению найти в жизни самое главное и нужное, без которого нет настоящего искусства. Марина Тимофеева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее информация о погоде. Хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова